Итак, главный бой вечера. Юрид Заглуев из бойцовского клуба «Ахмат» против Артура Калмыкова. И очень быстро начинается этот поединок. Удается тейк-даун нашему бойцу. И затем он наносит несколько акцентированных ударов. Сначала в партере, а затем уже в стойке. Не удалось даже, как следует, представить нам соперников. 17 лет. Калмыкову. Он из Карабардино-Балкарии, из бойцовского клуба «Леченкай». 17 лет ему. Это весовая категория. Полулегкий вес. И Юрид Заглуев. 21 год ему. Бойцовский клуб «Ахмат». Здесь написано, что его базовый стиль – ММА. Ну, может, или, как говорят, еще воли. Ну, начинал он, как и некоторые бойцы, с вольной борьбы. А то, что он поставлен на главный бой вечера, значит ли, что из тех, кого мы сегодня увидели, Юрид Заглуев уровнем повыше остальных ребят? Да, уровень повыше. У него очень хороший такой любительский опыт. Ну, он также хорош, как и в стойке, также и в партере. И соперник тоже, несмотря на возраст, подобран. Тоже по уровню. Посмотрев на этот бой, всем будет ясно. Что будет очень такой принципиальный бой. Четыре года разница в возрасте. Ну, вот, судя по всему, Артур Калмыков, по крайней мере, его клуб посчитал, что готов. Несмотря на то, что такой, столь юный возраст, противостоять более опытному оппоненту. Наверняка, общее представление, понятие о спортсмене у представителей Кабардино-Балкарии было. И будет интересно понаблюдать за этим противостоянием. Рукопашный бой против ММА. Ну, как Зелимхан сказал, что Юрид Заглуев уже достаточно много выступал по вольной борьбе. Занимался этим видом спорта. И, естественно, возможно, будет иметь некое преимущество именно работая в клинче, в партере. Возможно, нас ждут и тейкдауна от него. В последнее время он любит драться в стойке. Ух ты! Опасная сейчас ситуация была. Первый роман у нас продолжается. Пока вот стойки достаточно долго присматриваются друг к другу бойцы. Начинали вроде активно. Сразу же Заглуев пошел в атаку. Нанес несколько хороших ударов. Ну, вот потом какое-то у нас затишье настало. Пока что не спешат спортсмены удивлять друг друга. Неплохое встречное попадание могло получиться у Калмыкова. Но вот оно не вышло столь акцентированно, наверное, как он хотел, как он планировал. Калмыкова. Напоминаем вам, что это главный бой вечера молодежного турнира по смешанным единоборствам WFCA. Грозная битва 10. Соревнование проходило в Курчулое, в самом центре селения. Был установлен октагон. И вот под открытым небом бойцы нам сейчас начинают демонстрировать потрясающий поединок. Хорошее попадание правым было. Получилось у Заглуева. Держит удар неплохо. Калмыков мы видим. Израильничный бой мы видим с обеих сторон. Дельмхан, вот я наблюдаю за вами, за тобой. Такое ощущение, что до сих пор ты переживаешь, так болеешь. Хотя, наверное, знаешь. Хотя ты знаешь результаты каждого поединка. Эти бои все ты видел. Да, хотя я знаю исход боя. Все равно с своей стороны переживаний берет свое... Хочется вот как-то там помочь, подсказать. Уже темнеет, мы видим. Сумерки. Наступили. Подскользнулся. Подскользнулся наш боец. И честь и хвала Артуру Калмыкову, который не стал пытаться излечь из этого какую-то выгоду для себя. А с пониманием отнесся. И ждет в стойке. Ждет, пока появится возможность продолжить поединок. Второй раунд у нас, но напомним. Напоминаем. Ох, какой хороший размен. Здесь тейкдаун. Получится. Да, все-таки получается. У Заглуева, да, но в то же время была захвачена в уши, однако он быстро ее освободил. Ох, как активно пошли вперед бойцы. Пытается досрочно завершить этот поединок. Не хочется им затягивать до конца. Хотя времени не так уж и много остается. Напоминаем по регламенту. Всего два раунда отведено бойцам для того, чтобы определить сильнейшего. Ну, как мы видим, бой продолжается в стойке. Обмен ударами. Бойцы чуть-чуть подустали. Как мы видим. Ну, понятно, были такие периоды, всплески, когда достаточно много сил могли потерять спортсмены. И сейчас каждый понимает, что какого-то явного преимущества у того или у другого нет. И поэтому они не хотят, скажем так, допускать ошибок. Все-таки, наверное, чуть больше активности хотелось бы видеть зрителям от обоих спортсменов. Пока посильный бой. Мы гуляем с обеих сторон. Ответственность, видимо, лежит на плечах у того и другого. Все-таки главный бой вечера. Боятся допустить ошибки. Здесь тречные лоу-кики. Вот, хорошее попадание было. Пытается сохранить силы на концовку. Ну, Галиман, а вот здесь вот преимущество кому-нибудь, кому бы ты отдал? Преимущество? Ну, там, стойкий. Преимущественно, мне кажется, ведет себя Юрий Плогловик. Так как у него удары более акцентированные. А соперник пытается его встречать. И его удары, получается, более-таки ослабленные. Пока они дойдут до цели. Так как Юрий всячески их блокирует. Но при этом еще были пару тейкдаунов. Так что это тоже, конечно же, копилку нашего спортсмена. Поэтому вполне возможно, что судьи вот в данной ситуации, в данный момент отдают предпочтение именно чеченскому бойцу. Но посмотрим, как все завершится и каков будет их вердикт. Потому что в данной ситуации вряд ли похоже на то, что поединок завершится досрочно. Вот еще двойка. Снова Юрий попадает. Все удары пока что соперника оказывается попадают в блок. Здесь еще и растечение, по-моему, есть. Кровь из носа течет, если я не ошибаюсь, у Артура. И все, заканчивается этот бой. Судя по всему, вряд ли арбитр добавит. Рефери решат дополнительный раунд добавить. Так, ждем их вердикта. В этом бою упорнейшем тяжелом поединке большинством голосов победу присудили бойцу Крестного Угара. Ну что ж, мы поздравляем Юрида Заглуева с этой победой. Это был тяжелый поединок. Поздравляем всех участников этого турнира. Благодарим организаторов. И благодарим Зелимхана Мхаджиева, который сегодня комментировал вместе со мной эти поединки. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Болейте за наших спортсменов, где бы вы ни были. Смотрите спорт на канале Грозный. Это была Грозная битва 10. До новых встреч, друзья.